здравствуйте дорогие друзья представим себе ситуацию шумный перекресток стоит нищий с протянутой рукой загорается красный свет светофора рядом с ним останавливается шикарный там красивый роллс-ройс так стекло медленно опускается задняя из проема высовывается рука и дает нищему ну 20 долларов и улетает нищий оглядывается смотрит смотрит его ли это ему ли это для него сказать улыбается радуется загорается зеленый и уехал на следующий день рост ройс снова останавливается на том же перекрестке возле нищего и снова 20 долларов на вся та же история нищий берет на завтра послезавтра и так вот месяц однажды роллс-ройс подъезжает останавливается на красный свет но заднее стекло не открылось и выждав несколько секунд нищий начинает стучать тонированное стекло стекло не опускается и тогда он стучит сильнее кричит что где мои 20 долларов дайте мне мои 20 долларов о чем нам этот короткий рассказ мы испытываем благодарность тех случаях когда понимаем что получили то что не заслуживаю но если нам что-то полагается то зачем благодарить мы считаем что вот мы проснулись утром нам это полагается но на самом деле ничего подобно многие не проснулись ты встал утром на две ноги ты думаешь тебе это полагается в мыслях нет поблагодарить за то что у тебя две ноги работают ночи многие не встали на эти две ноги вера в бога зиждется на признание что жизнь это огромный дар все что в жизни есть это дар если бог не чувствует а если человек не чувствует что бог дал ему это да то он сам не будет искать бога не будет смотреть никуда он не будет искать того, кто ему это дал. Ведь я же сам хозяин своей судьбы. Зачем мне кто-то нужен? Если я чувствую, что мне что-то подарили, что мне что-то дали, я буду искать дарителя. Атеизм не порождает неблагодарности. Он сам порожден ею. Атеизм — это неблагодарность. Есть знаменитый сотый псалом. Псалом благодарности. Вообще его быть положено читать каждый день. Ибо добр Господь навеки милости его из поколения в поколение его верность. То есть он нам дает великую, так сказать, силу и надежду. Вот урок, который мы можем извлекать из той ситуации, которая сегодня есть, надо научиться по-настоящему ценить то, что у нас есть. Ценить рутину о повседневности, мелочи жизни, нашу связь с родственниками, с друзьями. И второе, что мы должны научиться — это надо смотреть. Мы ответственны друг за другом. То, что кто-то сотворит там, может отразиться там. Тот так что-то сделает здесь. Мы в одном корабле, если кто-то сверлит дно, то он сверлит общее дно. И если мы эти два урока хотя бы усвоим — благодарность за все, что у нас есть и повышение ответственности с пониманием, что каждый наш поступок влияет на мир, то небеса помогут нам и всему миру пережить и этот кризис. Все в нашем мире связано. Сказали мудрецы, слова, которые надо вдуматься — ты пришел в этот мир голым и уйдешь таким же. Ты родился без силы и умрешь таким же. Ты пришел без денег и материальных вещей и уйдешь без денег и материальных вещей. Твой первый душ, который ты принял на земле — это когда тебя мыли и одевали. Последний душ будет таким же. Вот это и есть человек. Почему тогда столько алчности, столько гордыни? Почему столько зла, столько зависти, столько ненависти, столько обид, столько эгоизма? У нас очень маленькое ограниченное время на земле. Нужно быть осторожным, как мы его используем. Мудрецы повторяли это без конца. Вот это мы должны помнить. До потопа, который был, люди погрязли на земле в насилии, грабежах и убийствах. Потоп принес людям, пусть и не надолго, но мир там стал... Воды утешения написано потоп. Почему? Потому что на самом деле любые испытания и негативные явления, которые посылает нам Творец, направлены в первую очередь на исправление. Их цель позитивна, при условии, что человек выдерживает эти испытания. Но, кстати, Всевышний всегда дает нам задачи, которые мы можем выдержать по силам. А когда мы от них просто убегаем, стараясь найти место, где мы сейчас... Вот здесь мы спрячемся от мира, здесь мы спрячемся от себя. Это не помогает. Бог, он все видит и все понимает. Брахавы от слаха, всего самого-самого лучшего. И давайте что-нибудь, капельку добра внесем в мир. Это может все поменять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok